Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер следующая. Великолепная семерка утешения. Посвящается дню рождения моего друга Давида Катаева. Речь пойдет сегодня не о известном американском вестерне «Великолепная семерка», о семи ковбоях и их приключениях на Диком Западе. Речь пойдет о семинедельных главах Торы, которые еврейский народ читает между Девятым Ава и Рошашана. А точнее даже о отрывках из книг пророков, которые приставлены к этим главам, называемые еврейской традицией «Авторот». Итак, в течение семи недель после Девятого Ава, дня который знаменует разрушение Иерусалимского храма, Иерусалима, а по большому счету и земли Израиля. Эти семь недельных глав, точнее «Авторот», следующие за ним называются «Шива де Нехамта» «Семь авторот утешения». Если мы обратим внимание с вами на эти авторот, то наблюдается очень интересная зависимость, корреляция. Ашкенадские, сефардские, романитские, потомки византийских, итальянские, еминские, евреи и даже караимы все читают автора из книги Ишаягу на главу Ваидханан сразу после Девятого Ава. Неделю спустя на недельную главу Экев опять абсолютно все еврейские группы читают опять автора выдержки из книги Ишаягу, даже караимы. Обратите внимание, неделю у нас спустя опять книга Ишаягу. Все еврейские группы читают на главу Рея, на главу Шофтим. Та же самая история повторяется книга Ишаягу. На главу Китеце, которую мы читали неделю назад, опять выдержка из главы Ишаягу. На Китаво, тот шабат, который только что прошел, опять прочитали главу из книги Ишаягу, как авторо. И не цавим вейлех, которые у нас будут перед Рошошана, опять еврейские группы будут читать выдержки из главы Ишаягу. Что такое? Почему семь недель подряд автора читается из книги Ишаягу? Вот археологами найдена печать пророка Ишаягу. Ле Ишаягу Анави. Это пророку Ишаягу принадлежащий. Почему все авторотносят, так сказать, эту печать? Дело в том, что было замечено авторами, и мне эту идею со мной поделился Пинхас Присворский, мой друг, в том, что если мы посмотрим на автора, которые предшествуют этим семи неделям, автора на главу Дворим, на Шаббат Хазон, автора, который читается перед девятым авом, днем траура и разрушения, она тоже из книги Ишаягу. Однако в этой главе самые жесткие и строгие слова критики, произнесенные когда-либо еврейским пророком в адрес еврейского народа, произносятся именно в первой главе книги Ишаягу. Из уст пророка Ишаягу еврейский народ подвергается самой строгой критике. Такое впечатление, что именно из-за этого, именно из-за этой строгой критики еврейского народа, исходящей из уст пророка Ишаягу, наши мудрецы сделали порядок автород таким образом, что именно эти же уста пророка Ишаягу в семь недель подряд после такой жесткой критики обращаются к еврейскому народу со словами вдохновения, воодушевления, радости и светлого будущего. Может быть, именно эту пропорцию хотели научить нас мудрецы, что если когда-либо мы обращаемся к кому-то, кому-то и вынуждены выражаться критически, чтобы это всегда сопровождалось семью выражениями утешения, вдохновения и радости. Пропорция один к семи. Может быть, это пропорция, которую наши мудрецы хотели подготовить нас, который к празднику Роша Шана. Всем счастливого, радостного и значимого праздника Роша Шана. С вами был Барух Юабов.